Музыка Грозы, шквалистый ветер до 20 метров в секунду, сильные дожди и ливни. В Амурском гидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в регионе 31 июля. В управлении МЧС региона рекомендуют переждать порывы ветра в помещении. Не следует стоять под балконами, рекламными щитами, деревьями и лэп. В этот период возникает риск аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Вследствие выпадения обильных осадков существует угроза потопления низменных участков местности и автомобильных дорог местного и регионального значения. Возможно резкое поднятие уровня воды на малых реках области. Гостям и жителям Амурской области рекомендуется отказаться от длительных поездок, соблюдать меры безопасности. В случае возникновения нештатных ситуаций обращаться по телефону экстренных оперативных служб 101 и 112. На Бурейском водохранилище утонул мужчина 1952 года рождения. ЧП произошло 30 июля. Как сообщили в Амурском управлении МЧС, накануне двое мужчин и внук одного из них приехали на рыбалку. Утром рыбак не обнаружил товарища. Через некоторое время он нашел тело мужчины в воде. Идут оперативно-следственные мероприятия. В Приамуре это уже 16-й случай гибели на воде. Амурчан просят соблюдать правила безопасности. Также продолжаются рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся на водоемах без родителей. Так, например, в Мазановском округе во время совместного рейда сотрудников прокуратуры ПДН и ГИМС на реках Селимджа и Зее обнаружили трех несовершеннолетних без сопровождения родителей. Детей предупредили об опасности плавания в необорудованных для этого местах, а в отношении их родителей составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В Приамурье открывается сезон охоты. Согласно установленным нормам, разрешена добыча более 8 тысяч копытных, свыше 25 тысяч соболей и 1200 медведей. С 1 августа у нас начинается охота на кабана, на медведя, на волка. Сразу за ней начинается охота на пернатую дичь и плавно перетекает в основной сезон, уже зимний, практически все виды, которые уже закончатся к весенним каникулам, которые животные получат на следующий год опять для воспроизводства. Специалисты отмечают, большая численность медведей в регионе вызывает беспокойство. У косолапых практически нет врагов в естественной среде обитания. Охота на него также не пользуется популярностью. Кроме того, беспокойство вызывает и численность волков. На их добычу даже не стали устанавливать лимиты. Более тысячи амурских товаров представят на выставке улицы Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума. Кроме традиционных кваса меда и дегидрокверцетина, в торговой зоне, сделанной в Амурской области, будут сухофрукты, снеки, кондитерские изделия и зеленый чай с различными вкусами, а также сувенирная продукция амурских мастеров и брендированная одежда. Впервые НАВЭФ представят косметику, произведенную в Приамурье. Контейнер с амурской продукцией отправится во Владивосток в конце августа. Газификация Благовещенской ТЭЦ и строительство новых ГЭС. Эти и другие вопросы Василий Орлов обсудил с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Рабочая встреча прошла в Москве. Глава Приамурья отметил, что Благовещенская ТЭЦ ежегодно потребляет все больше угля. При этом запасы разреза северо-восточной исчерпаны, а Ярковецкий не может увеличить поставки. Доставка топлива из других регионов осложнена логистикой и загруженностью железнодорожных путей. Поэтому необходима поэтапная газификация Благовещенской фабрики тепла. К 2030 году уровень газификации области должен достичь 20%. Перевод на газ Благовещенской ТЭЦ поднимет уровень газификации еще на 20%. Кроме того, это улучшит экологическую ситуацию в регионе и обеспечит энергобезопасность областного центра. Также на встрече обсудили строительство в области новых гидроэлектростанций. Министр подчеркнул, что одна из основных задач будущих ГЭС – предотвращение ущерба от участившихся наводнений в долинах рек Селимджа, Зее и Амур. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18 часов. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ. АОТВ.